Всем привет! Меня зовут Атажанов Тимур и вы на канале Аградвиж. Перед началом видеоролика поставьте лайк, напишите какой-то комментарий и поделитесь этим видеороликом. Это ж не трудно, это гораздо проще, чем снимать данное видео и делиться информацией. Так, а это видео будет обзор гибридов томата, которые у меня растут не в коммерческом массиве, то есть у меня есть две теплицы, в которых растут гибриды томата и будут они в такой последовательности. Первый гибрид это у меня будет Портова, второй это Пинк Айди, эти два гибрида компании Семенис, далее будет Арестея, Ронда, Пинк Делайт и Дантино. Также будет еще Мамстон. Это все будет в одном видео, надеюсь ничего не пропустил, буду показывать как они у меня растут, рассказывать свое мнение о тех гибридов, плюсы и минусы, потому что у каждой гибрида есть минус, главное про него знать. И смотрим далее, начинаем с Портова, красноплодный гибрид от компании Семенис. Портова отличается очень однородным плодом. Первая кисть, вторая, третья, четвертая, пятая. На мой взгляд сильное растение, растение сдвинута немножко в сторону вегетации, но так умеренно и видно крепко, то есть толщина ствола, размер самой кисти, вот тут видно, что выходит кисть, такая толстая, но она как будто придает вид силы, такой мощности растению. Вот опять же выходит кисть, вторая, первая, вторая, вот видно, что растение такое крепкое. Очень глубокий, насыщенный окрас, это вот главные плюсы. И также среди красных томатов, которые есть, этот томат очень вкусный. Люди, которые здесь работают себе там на обед или купить на зарплату, они выбирают из красноплодных именно Портову. Плюсы. Устойчив к заболеваниям, ну в принципе, как и все, что у меня есть, гибриды, в принципе, не болеют, устойчив к заболеваниям. Вот видно лист, все они чистые, эти листья. К родителям, к заболеваниям ничего нет. Завязывает хорошо как первую, так и последнюю кисть. Все завязывается. Есть такой момент, что на кисти выходит на последних там два 30к, но слава богу они все завязываются, это очень хорошо. Какая вот кисть хорошая. На кисти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На второй кисти семь, здесь пять. Ну то есть нагрузка урожая хорошая. Устойчив к растрескиванию. Я здесь специально теплицу не собирал. Мы уже здесь пропустили два сбора, чтобы было показать, что. Ну конечно, такая идея есть о растрескивании, но это два-три плода на ряд. Это немного. Вот такой плод мы видим. Есть еще особенность одна. Плодоножка именно вот не всегда хорошо отрывается. Ну сейчас получилось. Вот я буквально сейчас назад ходил, утром. Вот срывалась с плодоножкой. Это особенность гибрида. Для тех, кому надо срывать, чтобы плод был с плодоножкой, он зачастую срывается именно с плодоножкой. Вот такой у нас гибрид ртова. Из минусов, ну из минусов это гибрид чисто для второго оборота выращивания. Этот гибрид не ранний, а не ранний. И на этом принципе все. В дальнейшем нужно будет смотреть, как он покажет себя в конце октября, когда будет перепад температуры, когда будут сложные климатические условия, тогда могут быть и будут ли плоды окрашиваться полноценно. То есть будет ли плод без каких-либо пятен зеленых там, либо светлых там. Вот такая красивая картинка. Это портова. Это гибрид пинкайди от компании доройтер Семенис. Я пошел немножко не по списку, который я зачитывал в начале видео, потому что пока что было портова от Семенис. И сейчас пинкайди. Он тоже от Семенис, чтобы закрыть одну фирму, которая производит эти гибриды. Это пинкайди. Данного гибрида еще в продаже нету, но я спрашивал у представителей компании Семенис. Сказали, что на следующий год уже для первого оборота, наверное, уже будет первый или второй. Я так не понял. Для начала, перед обзором этого гибрида, скажу, что это разоплодный томат. Может быть, на видео будет не так видно, но это разоплодный. И он очень хорошо подходит для первого оборота выращивания. Ну, он себя показывает лучше, чем во втором. Сейчас во втором мы видим, мы пропустили два сбора, чтобы увидеть, как плод реагирует на растрескивание, чтобы увидеть, как спеют плоды. И что, какие у него плюсы, в первую очередь, плюсы. Плюсы у нас такие, что плод растения отдает плоды концентрированно. Первую, вторую кисть. Это очень важно для первого оборота выращивания. Есть в этой компании разоплодный Мэйшуа. Я считаю, что для первого оборота Пинкайди будет гораздо лучше. Плод бывает растрескивается, но растрескивается плод именно тот, который перестоял, который необходимо было сорвать гораздо раньше. И в первом обороте у меня он не растрескивался. Сейчас все-таки мы уже недели две его передержали, и плоды есть кое-дело лопаются. Открытое растение, чистый лист, хорошо завязывает. Сколько у нас кистей получилось? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, здесь видно, что большие междоузли. Вот такое расстояние между первой и второй. Здесь такое, да, вот между третьей, четвертой, вот междоузли гораздо больше, чем на аппартове. В первом обороте этот гибрид получается лучше, чем во втором. И еще средняя масса плода у него, у этого пинкайди больше, чем у мейшуа. Но есть одна особенность. Максимальный плод меньше, чем у мейшуа. То есть плоды здесь выровненные, однородные. Мейшуа бывает там плод 350 грамм, бывает и 170 грамм. А здесь, вот этот ряд, вот этот, тоже следующий, там другой гибрид. А это все пинкайди от компании Doroyter Seminis. Смотрите, RST F1 гибрид. Впервые его вижу. Отзыва про него я так не нашел. Ну, вот видно, главным показателем для меня, когда мне давали гибридное испытание, я сказал, чтобы плоды плоды должны быть однородные, по форме, по цвету, чтобы в любой момент можно его было реализовать на сети, сети АТБ, либо там другие какие-то торговые сети. Ну, какое у меня впечатление о данном гибриде? Средняя во всех показателях растения. Загрузка плодами и есть. Сверху урожая? Ну, нету. Есть обычная загрузка. Мы видим 1, 2, 3, 4, 5 плодов. Средний вес плода 160-170 грамм. Здесь, наверное, вот 180. Здесь, наверное, 150. Вот так выглядит. Вторая кисть. Четыре плода. Третья. Три плода. Пятая. Шестая. Относительно длинное междоузлие. Вот первая кисть. Вторая начинается здесь. Растение не заболело ничем. То есть чистый лист. Лист, да, видно? Видно. Чистый лист. В принципе, это, как у всех гибридов. Жаловаться на болезни, на оврители? Ну, нет, не жаловаться. Все хорошо. Растрескивается. Растрескивание. Но это сильно устойчиво. На уровне основных гибридов. Есть один момент, который мне не особо нравится. Большое. Здесь вот большое было. Здесь посмотрим. Но здесь меньше. Мне нравятся плоды, которые обладают небольшим прикреплением плодоножки. Чем это место меньше, тем меньше вероятность, что будет некондиция. Но здесь такое где-то средненькое. Вопрос теперь будет, как она, как эта аристея, аристея F1, будет реагировать на припад температуры в конце октября. Вот загрузка. Вот такое растение, умеренное во всем. Вау-эффекта нет. И минусов явных нет. Еще хотел добавить. Минусов явных нет. Такая идея, что плоды потрескались, но это все-таки мы передержали. Не хватает этому растению немножко более крупного плода. Потому что 4 плода на кисти должны быть немножко крупнее. Если, по примеру, там, бадарин, там 5-6 плодов на кисть, а не такого размера, то здесь должно быть на один плод больше на кисти. Вот. Аристея. Это у нас весь ряд идет аристея. Аристея. А следующий гибрид у нас Pink Delight. Если честно, я не помню с какой-то компанией. Как не стыдно, но все-таки гибрид этот есть, про него нужно сказать. Первая кисть. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Один, два, три, четыре, пять. Там шестая. Шесть кистей, так же, как и у всех. Относительно компактное между узлием. Такое растение сбалансированное. Само растение выглядит очень хорошо. Ствол. Ствол, листья. Все в мере. Плоды. То, что мы производим, ради чего мы работаем. Плоды. На сегодняшний день сбора не было. Но она спела. Меньше, чем у Pink ID. Меньше, чем у Pink Crystal. Плоды. Ну, относительно устойчивы к растрескиванию. Сказал бы уровень Pink Crystal. Для второго оборота, я думаю, что будет подходить. Здесь я вижу круговое растрескивание из-за перепада температуры. Кто-то может написать в комментариях, что это нехватка бора. Но это все-таки перепад температуры. Как этот гибрид будет реагировать на перепад температуры в конце октября. Как будут окрашиваться. Это вопрос самый главный. Но плоды довольно однородные. Видно, что будет небольшая масса урожая. Но качество плода мне нравится. Большое место прикрепления плодоножки. Это есть. Да, большое место прикрепления плодоножки. Это все-таки, считаю, минус. Вероятность того, что будет некондиции больше. С точки зрения сетей это повышает. Pink Delight. Первая кисть. Вторая. Вот в руке какая. Относительно руки. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая успел даже. Минусы. Самый главный минус. Pink Delight. Это гибрид какой-то фирмы. И за весь период выращивания никто не спросил, как дела у этого гибрида. Это означает, что нет обратной связи с теми, кто ее продает. Это минус главный. И следующий минус. Минус. Ну, минус. Ну, пока все. Не так сильно загружена первая кисть. Я бы сказал, ей нужно было больше иметь размер плода на первой кисти и количество плодов. Потому что есть четыре маленьких. Ну, четыре, четыре, три, четыре. То есть, немножко маловато плодов. Малый будет урожай. И нужно смотреть, как она будет в дальнейшем окрашиваться в высоком перепаде температуры в конце октября. А здесь у нас правее от Pink Delight. Вот Pink Delight. А вот здесь у нас правее. Это Ronda. Ronda. Ronda F1. Фирма Planti продает. Вот эти семена. Так, смотрим, что у нас получается. Ну, вот там вот видно вот палочка. Вот там, да. Это там заканчивается Ronda. Дальше идет следующий гибрид. Про него расскажу позже. Это у нас Ronda. И вот мы смотрим, что у нас получается. На сегодняшний день, на конец сентября, у нас почти до конца созрела первая кисть. Это означает, что гибрид не сильно, не вернее, не сильно, а поздний такой, явно поздний. Вот кисть мы видим. Раз, два, пять плодов. Небольшое прикрепление плодоножки. Да, такое удобное. Ну, посмотрим все растения. У нас получается первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая не завязалась. Так, смотрим дальше. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Шестая не вижу. Первая, вторая, третья, четвертая. Так, заново, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и есть. Вот шестая, ее видно, да? Есть. Это Ronda. Ну, не яркий окрас. Такой умеренный окрас плодов. Сюда немножко пройдем. Такую идею есть, растрескивание. На солнце блестит, камера передает чуть не такую картинку, как видит глаз. Хотя, это все относительно. Помните, в группе был опрос, какого цвета платья. Там такие были разбежности, в ответах, что просто невероятно. Так, Ronda F1. Компания Плантий, если мне она предоставила. Растения, опять же, во всех показателях, средние. На данный момент я вижу, что нет той массы урожая. Если бы у нас было бы все Ronda этой посажено. Этой, так, что у нас здесь, какая-то болезнь. Не, все нормально. То у нас было бы гораздо сейчас меньше сбора урожая. Ну, и в дальнейшем было бы, наверное, меньше. Но это все будет считаться, заполняться таблицей. Смотреть, какой гибрид даст наибольшую сумму денег с площади, которую гибрид занимает. Ronda F1. Компания Планти. Так, а у нас сейчас начинаются два гибрида от компании Сингента. Так, где-то у нас здесь должен быть колышек. Ага, вот. Наш такой примитивный колышек. Но в сути не меняет. И перед тем, как начать осматривать плоды гибрид, я хотел бы донести свою мысль. Мысль мне такая, что... Часто в группе бывает, говорят, что один гибрид очень хорош, второй там какой-то хуже. И я спрашиваю, в сравнении с чем, есть ли контроль. К примеру, вот здесь у нас один гибрид. Только что был на него обзор. Только что я снимал, да, вот. Ronda. И если было бы все посажено с Ronda, то я бы говорил, что это гибрид нормальный, плоды ровный, красивый. Есть урожай, все хорошо. А остальные там, наверное, хуже или что-то еще. То есть не видел бы полноценную картину. А здесь у нас Ronda ограничит с гибридом Dantino, компанией Singenta. И вот в один и тот же день посев, высадка, одно и то же питание. И вот разница. Это Dantino. А вот здесь Ronda. В среднем на кисти на полтора-два плода у Dantino больше, чем у гибридов, которые я испытываю. Так, вот здесь сколько ни идти. Вот эта Dantino все время будет типичная. Ну, здесь вот 4 получилось. Здесь 5. Там дальше. Тут сразу видно массу, которая есть. Здесь вот кисть. Опять же кисть. То есть долго искать не нужно. Какая вот размерами вторая кисть. Здесь. Тут же. То есть, когда смотришь этот гибрид, сразу видно, что, о, такая картинка должна быть во всех теплицах. Первая кисть. Вторая. Этот гибрид раньше по срокам. Окрас. Такой насыщенный. Камера всех делает средним. Добавляет цвета слабо окрашенным и убирает цвет у ярко окрашенных. Здесь вот такой цвет, как у портовый. Не хуже. Третья кисть. Что-то где-то сломали. Четвертую, пятую, шестую. Третья кисть. Это дантино. Вроде бы, как мне говорили от компании Сингента, что это улучшенный Бадарин. Но, опять же, есть свои плюсы и минусы. Плюс. Больше урожайность, чем у Бадарина. Это явно. У нас кисть. Больше урожайность, чем у Бадарина. Это гарантия. Когда перепад температуры. Когда перепад температуры, я замечал, что не так хорошо окрашиваются. Ну, у меня, в моих условиях. Может быть, у кого-то лучше. Какая красивая картинка. Смотрите. Вообще класс. Приятного глаза. Вот это вот Дентино. Есть первая кисть, есть вторая. Есть третья, четвертая. То есть, есть за что взяться и посмотреть. Общенародным языком. Размеры последних кистей. Видно, что они не остановились в росте. Они наливаются. Это очень важно. Важно в осенний период выращивания. Я ее смотрел. Второй раз смотрю для второго оборота выращивания. Красивая. Дантино очень такая хороша. И минусы. Минусы с окрасом. В хороших условиях классно получается. Какой-то стресс у меня не всегда она получается. В крайних рядах Дентино у меня что-то недополучается. Процент выхода стандартной продукции у Бадарина мне получалось выше. Именно в моих условиях. Я не говорю, что так будет у всех. Но именно в моих условиях немножко больше лопается. Не критически. Меньше, чем другие гибриды. Но я сравниваю все красноплодные с Бадарином. Для меня это пока что эталон по качеству. Но здесь плоды идеальны. Сейчас она здесь меня удивляет. Конечно, я не заходил сюда, не смотрел. Но вот там вообще такая симпатичная Дантино. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Там дальше вон шестая. Видно, да? Видно, есть. Наливаются все кисти. Значает, что корень крепкий. О, давайте вырвем одно растение. Посмотрим, что у нас получается с корневой системой. Там куча мелких оставили корешков. О, начало сыпаться. Ну, это ради эксперимента, для видео. Корень белый, активный. Больного корня нету. Ну, в принципе, как и у всех. Так, спрячем улики. Все сюда на место. Скажем, что само засохло. Лист чистый. Больных растений нету. Проблем никаких нет. Все гибриды, которые мы сейчас смотрели, эти гибриды опылялись с помощью препарата MaxiCrop Set. Для того, что нам нужна на момент реализации максимально однородная, чтобы плоды были ровные, выровненные. Что очень трудно получить во время опыления гормонами. Когда тукают гиберлином. Так, где у нас тут граница? Да, вот у нас это ронда. А дальше вот сразу разделение. Вот видно это разделение. Так, вот это вот. Вот палочка. Это ронда. А дальше пошла дантина. Вот сильное разделение. Так, и следующий гибрид у нас Мамстон. Сейчас я перейду в другую теплицу. Там у нас будет обзор на Мамстон. Напомню, что это гибриды, которые не коммерческие. У меня их там ряд, два, можем пол теплицы. То есть гибриды, на которые я ставку не делаю. Я считаю, что гибриды, которые у меня в коммерческом массиве, они немножко лучше или продуктивнее, дают больше прибыли с метра квадратного, чем гибриды, которые я только что смотрел. На момент принятия решения о выборе семян. На сегодняшний день, может быть, какой-то гибрид обгонит основные коммерческие гибриды. Но на прошлый год, когда я принимал решение, делал выводы о лучших гибридах, те, которые я посеял, они были лучшими на тот момент. С точки зрения экономической. Наибольшая сумма денег с метра квадратного. Так, идем смотреть Мамстон. Итак, это второй у нас гибрид от компании Сингента. Первый был Дантино. Именно от компании Сингента. А второй это разоплодный томат. Там скоро вроде бы будет в Каменке семинар. Там неделя насыщенная. Начало октября, там куча семинаров от разных компаний. Итак, Мамстон. Мамстон F1 от компании Сингента. Вот какое растение. Растение явно у нас лидер по вегетативной массе. Вегетативной массе. Растение очень вегетативное. Каждый год я замечаю, что это растение очень там лидер по количеству листьев с метра квадратного растения. Растет 2,5 растения на метр квадратный. Какие плюсы. Крепкое растение. Хороший ствол. Хорошая корневая система. Растение крепкое. Чистый лист. С заболеванием. Так же самое, как и все. Про заболевание можно в принципе не говорить. Детей все растения чистые. Не болеют. Это в первую очередь связано с устойчивостью гибрида. И в какой-то степени, в небольшой, совсем чуть, связано с агротехнологией. Как за ним следят. И что мы имеем? Первая кисть. Первая кисть. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. У нас здесь получилось 5 кистей на Мамстоне. Плоды в коробке, в ящике, во время сбора или после сбора, когда их уже уложили продавать, смотрятся очень хорошо. Небольшое место прикрепления плодоножки. Это вот явно здесь. Чем самый главный плюс у Мамстона, что плод классно смотрится, показывает свои товарные качества именно в коробке, в момент реализации. Очень хорош. Плотный. Это вот самые главные плюсы. Срываем. Вот. Это у нас Мамсон от компании Сингента. Уже руки грязные. Хорошо отрывается плодоножка. Самое трудное среди всех отрывалась плодоножка у Портовы. Плоды очень хороши. Замечаю я, замечаю тепличницы, которые работают, замечают люди из других компаний, которые приезжают, смотрят на свои гибриды и уделяют внимание Мамстону, что плод классно смотрится в коробке. Именно на момент реализации. Он равномерно окрашен, плотный. Это главные плюсы гибриды Мамстон. Но почему же он такой классный в коробке, но его нету в коммерческом массиве? Потому что есть и минусы. Минусы. Вегетативное растение. Сейчас растение здоровое, но все-таки это предрасполагает к заболеванию возможным. То есть растение быстрее всех возможно будет подвержено к заболеванию. Не такой урожайный гибрид, как вот другие. Потому что у нас на одну кисть меньше, на той же самой высоте у нас высота 2 метра и на одну кисть меньше, чем у других. Тут у нас 5, кое-де-6, там 6, кое-де-7. То есть на кисть меньше, это меньше урожай. И за счет того, что у нас на кисть меньше, и у нас на кисти бывает 3, да, вот там 3 плода, 4, опять же 3, кое-де-4, он должен быть крупнее, чтобы получить ту самую урожайность. Если иметь такой размер, да, вот, вот срываем, здесь, ну, 200 грамм плод. Должно быть 6 плодов таких будет, 5-6, чтобы иметь тот же самый вал урожая с метра квадратного, как и у других гибридов. То есть, если мы имеем 3-4 плода, плоды должны быть 250-300 грамм. Если мы имеем плоды весом 200 грамм, то должно быть 5-6 плодов, чтобы получить ту урожайность, на которую мы рассчитываем. А вследствие и сумму денег с метра квадратного. Классный плод, классно смотрится в коробке, но за счет меньшего вала, именно у меня, как получается, пока что этот гибрид не в коммерческом массиве. Я пока что не приспособился его выращивать. Я видел когда-то именно этот гибрид в теплицах на гидропонике, там вообще классно были. Плоды были 250-270 грамм, такие были, все один как один. 4 плода на кисти, они все были, ну, очень классные. Но это была гидропоника, это был лучший климат. И это было, это было конец марта, уже плоды были готовы на первой кисти. У меня здесь на второй оборот он не подходит. Еще, на первый оборот не подходит, это очень поздний гибрид. Подходит по срокам для второго оборота, но для второго оборота он должен быть немножко более урожайный. Мамсон F1 от компании Сингента. Есть плюсы, есть и минусы. В принципе, как и у всех гибридов. Так, на этом все. Основные гибриды, которые не в коммерческом массиве, просмотрели, ознакомились, увидели, как они выглядят у меня, как я их выращиваю. Не забудьте то, что я просил вас в начале видео, поставить лайк, поделиться этим видеороликом, написать свой комментарий. Любой, даже можно просто поставить плюс. Это улучшает рейтинг группы Агродвиж в Ютубе. Все, на этом все. Выбирайте лучший гибрид, который подходит для вас. Всем удачи, хорошего вам урожая. Спасибо. Спасибо.